что ребята настал тот день когда мы подписали контракт забрали ключи и начали заниматься нашей квартиры у нас остается последние две недели еще в нашем комплексе где мы сейчас снимаем и сейчас мы договорились хозяйка что мы получаем заранее ключей делаем под себя нашу квартиру договор мы заключили на год ну там 11 месяцев чем-то там короче на год заключили договор четверто свет так плохо ложится договор мы заключили на год и хозяйка говорит что она не успела сделать нам тут карниз по убирал вот все после жильцов соответственно здесь как-то что такое здесь как-то очень угрюмо после жильцов которые жили здесь и я хочу вам показать что происходит в итоге с квартирой чем тут занимаемся собственно зачем я вообще включился в разговор вместе с вами мы здесь занимаемся ремонтом чужой квартир но тем не менее смотрите мы решили покрасить стены потому что стены были желтого цвета сейчас покажу какого стена цвета это первый слой краски он ложится плохо типа краска грунт вот он ложится плохо и мы договорились хозяйка что нам сделать скидку на первом месяце мы сами покрасим как бы чтобы она не платила кому-то мы сами это сделаем хозяйка согласилась и как бы нам хорошо денежки подзаработаем точнее сэкономим на аренде а хозяйке хорошо то что мы покрасим собственно как здесь включить а вот вот здесь сейчас такая вот такой цвет краски это желто темно-желто-коричневый не знаю вроде какой-то цвет здесь мы красим белый цвет чтобы было все нормально в едином стиле и что было все красиво и гармонично и короче говоря кайфово мы выбрали белый цвет договорились хозяйка хозяйка тоже одобрила сказала что все окей краски как бы вопросов нет я одобряю решили покрасить всю квартиру как решили мы договорились покрасить всю квартиру сейчас вот красим я покрасил получается сейчас детскую комнату и остается сейчас покрасить кухню вот кухню покрасить салон какую-то часть мебели я уже привез сюда и нашу же комнату тоже хочу покрасить собственно сейчас я включу что не включается а вот посмотрите какой ядовито-желтый цвет что же такое посмотрите какой ядовито-желтый цвет построение с другой комнатой и вообще ужасный цвет на самом деле поэтому мы решили покрасить стены вот и это как бы непростая задача оказалась для нас но исправим как бы исправить справиться мы можем почему непростая потому что если сейчас вы обратите внимание здесь такая рифленая стена почему она хозяйка собственно и согласилась ее не так просто красить и что покрасить и стену нам ребята знакомые сказали что только за работу только за работу взяли бы 3000 долларов поэтому наверное и хозяйка согласилась мы покрасили и собственно заехали пораньше и начали жить раньше хотя у нас еще лис не закончился на той квартире ну как бы да ладно мы с вами согласились и мы не против как бы потому что нам это в кайф вот а хозяйке это приятно ну и плюс мы все-таки рассматриваем на долгосрок эту квартиру нам она очень нравится и поэтому очень хочется ну как бы мой такая хозяйка адекватно мы договорились что возможно невозможно продлим на долгий срок лист может быть там получится на дольше сделать поэтому как-то так вот у нас сейчас по факту уже крисмас крисмас прямо условно говоря завтра начинается поэтому мы до нового года хотим все полностью сделать и уже заехать в квартиру в новый год и поставить здесь елку и собственно после нового года сдать ключи подставь по старой квартире ну чего решил включиться даже в таком виде в таком виде меня никто не видел кроме меня самого и моей жены ну почему бы нет я вот таком виде прекрасно весь в краске как кто-то скажет прикольнется что приехал в америку устроился на стройку почему бы нет почему бы и нет ребята деньги не пахнут но на самом деле я не устроился на стройку хотя от жизни ничего нельзя дыркаться хоть и там потекло все надо будет покрасить еще раз вот я короче чё включился рассказать вам как у меня дела обстоят и вообще что происходит и я в общем докрасил одну комнату она полностью уже покрашена я сейчас крашу как говорят общую комнату салон не знаю кто как он в какой стране как говорит я вот говорю по-турецки наверное салон в общем я сейчас салоне интересно видно чуть обликает все конечно ну ладно короче не суть и я короче первый слой уже наложил краски в салоне и мне практически все готово ко второму слою стены были вот такие вот то не понял в чем прикол стены были вот такого цвета видите да бежевого темного бежевого цвета даже коричневого цвета а сейчас мы красим белый цвет поэтому наши теперь будет все красиво все четенько для мы будем приходить и кайфовать любимый белый цвет чё сказать белый цвет классика белый черный но суть не в этом сейчас я вам расскажу что происходит здесь сейчас я камеру поверну в общем здесь я покрасил все вам наверно плохо видно но здесь уже готовый вариант стен я имею ввиду плинтуса еще не красил и приехала кровать наша и уже здесь тоже стены покрашены кайфово так вообще посмотрите вот так если посмотреть через камеру видите да как зеркально как зеркаливает видите как классно кайфую кайфую от стен покрасил ой тут еще все нормально покрасил конечно прям сам кайфую не знаю прям такой довольны очень довольны я конечно своей работой мне прям нравится так что записывайте мне в строители разнорабочие куда хотите не записывайте я прям кайфую готов делать ремонт квартир почему бы и нет если хорошо платят а тут хорошо платят возможно хорошая хороший повод сделать себе бизнес еще один так что так вот тут соседняя комната это соседнее окно вот и тут также сейчас покажу как кайфовать стен видите стены красивые такие прям кайфово короче ладно суть не в этом сейчас сейчас получается мы я докрашу второй слой краски накладываю в салоне и перехожу уже в детскую комнату туда вот там было у нас хозяйская комната здесь у нас будет детская комната здесь общая зона салон поэтому сейчас буду накладывать второй слой и будет уже такой же эффект собственно как вы видели первой комнате нашей комнате родительской поэтому очень когда так честно говоря немножко подустал вообще честно очень сильно подустал завтра у нас крисмас начинается точнее сегодня крисмас или завтра завтра крисмас завтра крисмас выходные в америке начинаются длительные две недели будут отдыхать американцы две недели это зачем это сбрать я вот постоянно удивляет зачем отпуск брать американцам если не две недели они отдыхают даже больше 16 дней не отдыхаю 16 дней не отдыхают зачем отпуск брать у них там не знаю хэллоуин четыре дня отдыхают в новый год с крисмасом 16 не отдыхают не знаю там какой там еще праздник где национального флага не до 3 дня отдыхают очень постоянно они отдыхают и я честно говоря уже начинаю привыкать тому что вот один праздник закончился сейчас начинается второй праздник потому что все предназначено для того чтобы в магазин затеи и увидеть там участвую закончатся эти праздники начнутся праздники день святого валентина и все будет не 100 валентина за два месяца там или за полтора месяца это конечно просто трындец серьезно говорю вы не успеваете за одним праздником уже начинается другой праздник это говорит о том что американцы не любят отдыхать или не умеет праздновать ребята расскажите нам кто не умеет отдыхать не любит праздник так это нога наверно из наших стран потому что мы всегда херячим ну и американцы на самом деле очень много работают поэтому нельзя исключать этого вот вот в общем как то так я короче второй слой сейчас наложу и попробую включиться если конечно буду состоянии сейчас в состоянии включиться было и рассказать вам следует сюжет дальше смотреть что-то моему получается в итоге итак друзья почему же мы переехали в район голливуд и съехали с района сани айленд хотел бы закрыть эту тему в этом ролике причина почему мы переехали первое конечно же это ценовая политика по аренде квартир но это не самый главный фактор на самом деле можно было бы иногда за такую цену снять и в сани айленде найти ну чуть-чуть хуже может быть чуть хуже может быть качеством квартиры в плане инфраструктуры в плане самой квартиры но можно было бы найти можно но мы принципиально это не делали потому что мы хотели выехать из сани айленда первого и самый главный фактор в сани айленде ты чувствуешь себя как на курорте вот правда ты живешь как на курорте ты не живешь ты не живешь в эмиграции ты живешь курорте ты видишь какое купальника в шортах постоянно круглый год ты видишь как дети постоянно там ну короче очень много поток большой поток людей которые приезжают сани айлендс и уезжает знаете как вот курортное место очень много людей приезжает и как и в апартаменты снимаю так и принципе снимают на гостиницы поэтому это еще один фактор который нас подтолкнул выехать из сани айленда выехать из этой красивой зоны комфорта потому что сани очень хороший красивый район комфортный район но нужно выезжать из этой зоны комфорта и попадать именно в среду настоящего американскую майамскую в любой другой в любом другом штате если вы бы находились то же самое если вы находитесь где-то в курортном месте вы не ходите оттуда потому что вас засосет и вы будете думать что так должно быть всегда знаете на чили таком но это не самый главный фактор как я говорил самый главный фактор это садик и школа моей дочери мы определились где мы хотим и подаем заявки и соответственно по моим делам тоже собственно необходимо здесь находиться в районе голливуд и в принципе вы знаете мы поняли одно когда мы жили в сани айленде эти все полгода в эмиграции чуть уже больше даже полугода вы поняли что все дела мы решаем голливуде абсолютно все мы ездим постоянно голливуд район голливуд то одно то второе то третье то ребенка то мы там по документам то еще что то в общем все что необходимо для жизни для бытовой жизни мы решаем в районе голливуд мы просто поняли что нужно переезжать сюда не форт лавердейл не холландейл не туда ближе к майами бич а именно в район голливуд потому что здесь вся инфраструктура которая нам необходима самый главный фактор почему нужно было снять именно в голливуде это то что наши точки все чтобы находились рядом и это конечно центр голливуда как я понял уже даунтаун голливуда хотя его сложно назвать даунтаун голливуда но тем не менее сейчас позади идут такие удручающие пейзажи по за мной вы думаете блин ты какой-то гетто попал реально слушайте но я иду по первой трассе сейчас мы тут документы неудобно снимать иду по первой трассе сейчас по каким по своим делам об этом обязательно расскажу чуть позже вот поэтому здесь на первой трассе что-то знаете не особо то и прикольно на самом деле а вот если вы зайдете за первую трассу там частный сектор такие хорошие дома никогда в жизни не подумают что так можно заехать и там американская мечта это красивые дома у то что вы увидите голливудских фильмах собственно здесь тоже это присутствует но не везде в голливуде голливуд он очень разные он очень сильно зонируется поэтому вы можете ехать по благополучному району и тут же попадать где-то сразу же выезжать из где-то попадать опять благополучный район да сам был шоке в начале в том году когда вылечу едешь едешь такие красивые дома такой бам резко у тебя такие знаете прям ущербные такие дома убитые в хлам картонные короче машины видно сразу убитые такой думаешь как какое возможно были только что ехал все нормально было тут раз прям знаете как год зонируется прямо так вот ну вот такая вот америка мне просто нужно привыкать потому что мы привыкли что если у нас там богатый элитный район он там отдельно как-то там охраняется здесь нет заехал выехал заехал выехал здесь бомжи лежат а здесь ездят на теслах все заека экоактивисты все такие знаете мы короче такая история вот поэтому мы переехали в голливуд и я безумного смотрите сейчас я покажу вам картину когда мужик просто сидит он был бомж вот он сзади меня сидит короче на лавочке и не париться вот и короче к чему я это всю систему на тему перед перекидываюсь что я хотел сказать уже мысли потерял с этим бомжом вот еще все очевидно ну и конечно по цене по цене это однозначно дешевле здесь нет этого красивого красивой картинки прям первой линии или до второй линии океана до него нужно доехать буквально тут три километра от нашего дома лично я проверял три километра до океана это час ходьбы ну или 7 минут езды на машине принципе машина есть слава богу мы можем позволить себе пешком пройтись нормальную погоду когда не жарко и на машине доехать пойти на океан сходить и конечно же ассимиляция вы когда находитесь вне курортной зоне когда вы находитесь настоящие вот именно эмиграции и чувствуете да вот здесь вот тут бомжи здесь вот так вот здесь такие нюансы и потихоньку начинается принимать место а когда вы находитесь красивой картинке вам тяжело принять такие места как сейчас здесь в этом всем виду где-то непонятные магазины вот ну вы со временем привыкнете к этому и примите то что здесь есть и примите этих бомжей примите все все эти магазины примите бюрократию медлительность тупость большинством моментов такие тупые вещи происходят думаешь блин как такое возможно да тупость тоже примите есть такое дело есть вы самый главный фактор если вы приехали в иммиграцию майами поверьте мне все учреждения которые вам нужны они находятся в голливуде это конечно не повод переезжать сразу этот район потому что здесь все учреждения можно и доехать понятно но для меня важный фактор был чтобы я именно ассимилировался и находился в том районе где ну денег денег курорт где не майами бич где одни тусовки денисани айланд где одни отдыхающие в купальниках щеголяющие поэтому для меня этот фактор нужен очень важен был тот майами который на самом деле есть которого вы не видите на картинке который я вот тут снимаю с дрона вам красивые картинки а я не снимаю вам с дрона ущербные такие знаете районы частично вот сейчас еду тоже смотрю думаю боже мой какой все старые убогая ну вот она такое есть убогая старая я ж не я вам сниму это вы скажете да это не может быть это не майами вам будет неинтересно смотреть даже поэтому как правило все снимают красивую картинку но не снимают реальность так что так вот вот почему мы переехали в голливуд я думаю ущерб еще и ответил на этот вопрос несколько ребят мне задали этот вопрос типа нахера да вот вот из-за этого принципе и думаю что все правильно я сделал уверен что решение правильное со временем конечно я возможно возможно пожалею об этом ну думаю что не пожалею просто для меня это будет еще один повод мотивация выйти из этого района быстрее и попасть более благополучный возможно район еще лучше есть району майами однозначно просто мотивация зарабатывать больше и делать что-то другое так что так еще видеть встречи ролик следующих роликах ставьте лайки подписывайтесь ставьте колокольчик чтобы не пропускать мои видео благодарю всех что досмотрели до этого момента пока-пока пока-пока пока-пока